Всем привет! Меня зовут Саша, и вы попали на канал Саша Сказала. Каждый из нас точно когда-нибудь болел. Сначала тебе радостно, потому что мне в какую школу идти не надо. Но на второй или третий день тебе стало не выносимо скучно. Тебе хочется скорее в школу! Я к тебе! Давай вернуться. Но уже никак не похочется. Нужно сидеть дома. Что делать? Как мы? Что нужно делать, когда заболеешь? Конечно, слушают на врача и маму. А если врач, ты будешь делать вот такие уколы. Понимал, никому не хочется пить мерзкие лекарства или делать вот такие уколы в попу. Капать носы, постарательно измерять температуру. Но если ты не будешь этого делать, то сделай у себя только хуже. Болезнь может... О, боже, ты не за... У тебя... Удумится! Все! Лучше всего сразу обратиться к врачу при малейших, самых плохых микробных симптомах. Потому что боль в горле очень гораздо легче, чем, например, горбин или гриб. Также при любой болезни полезно пить чай с медом, чтобы он был очень горячим. Нужно лежать целыми днями в постели, под одеялом и подушках и проветривать комнату. А вот то, чего лучше не делать. Не контактировать со здоровыми людьми, например, с сестрой, братом, папой. Нельзя бегать, прыгать, курькаться. Нужно следовать указанным врачам. Нужную и важную информацию мы уже обговорили. А вот теперь перейдем к более интересному. Как разъяснить себя во время болезни и затягивать сил. Но спать уже так надоело просто. Это мультики, фильмы. И даже Гарри Поттер сможет спасти тебя. Возьми попкорн, вкусняшек, леденцов и сделай себя мини-кинотеатр. Если ты не знаешь, что посмотреть, то сейчас я тебе посоветую мои любимые мультики. Номер один, «Как рыночий дракон», номер два, «Кунь-фу панда» и номер три, если вам, конечно, разрешат, фильм «Аватар». Поделись списком своих любимых мультиков в комментариях. Мне обязательно хочется посмотреть. Если у тебя есть силы, то ты можешь построить домик из одеял и подушек. Там у тебя будет тепло и уютно. И, конечно, никто не отменял общение онлайн. Ты можешь написать по телефону, например, «Привет», «Как дела?» Или даже позвонить своему любимому другу или подробке. В общем, можно быть в курсе всех новостей. А то приедешь, а тебе все такие, «Ну и что у нас произошло?» «Я снова не пошло». Они такие, «Я-я-я-я». Если врач или мама разрешит, то ты можешь пройти спокойно по улице или на лавочке посидеть. Снежий зон был полезен при болезни. А теперь обсудим правила, которые нужно соблюдать, чтобы не болеть. Первое – избегать скопления людей. Второе – мыть руки. Третье – чекать в локоть, а не в руку. Четвертое – старайтесь не контактировать с больными людьми. Пятое – проветривайте помещение. Шестое – увлажняйте воздух. Седьмое – хорошо спите. Восьмое – хорошо кушаете. А что ты любишь делать, когда болеешь? Напиши об этом в комментариях. Пока! Ой, прости, забыла написать про колокольчик, лайк и подписывайся на канал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok